Здравствуйте, можно, пожалуйста, запекло, только побыстрее, тороплюсь очень. Быстро не получится, потому что в любом случае данные рецепты обязательно вносятся в чек, так что придется подождать. К сожалению, теперь некоторые лекарственные препараты быстро не купить в связи с постановлением. Притом чек на такие рецептурные препараты создается отдельно после сентябрьского постановления. Отчасти из-за этого и увеличивается время ожидания в очереди. Однако это цветочки. Некоторые лекарства раньше можно было выпросить у фармацевта, несмотря на то, что они идут по рецепту. Есть несколько групп препаратов строгого учета. Психотропные, наркотические, противоопухолевые, антибиотики, гормоны и льготные лекарства. Самая популярная медицина из этого списка – тромодол, пригаболин, тропикамид. Сейчас купить их без бумажки от врача не получится ни при каком раскладе. Они находятся на определенном количественном учете. И по постановлению правительства с 1 сентября рецепты на данную категорию препаратов, данные рецептов – это серия рецепта, номер рецепта, дата, вносится в систему «Честный знак». То есть у нас так программа настроена, что мы не можем продать данный препарат, если не несем данные вот этого рецепта. Как нам сообщили в региональном Минздраве, на реальную доступность лекарств закон никак не повлиял. Подобная мера скорее техническая и необходима для нормализации алгоритмов фармацевтов. Теперь им не нужно лично отчитываться об отпущенных рецептурных препаратах. Притом, если работник аптеки нарушит постановление, то его ждет серьезный административный штраф. Безрецептурный отпуск аптечными организациями лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, налагается административным штрафом на специалистов аптечных организаций в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификации на срок от 6 месяцев до 1 года. Если схитрить попробует покупатель с помощью ненастоящих данных на рецепте, то вполне возможно в аптеке начнется проверка. Ведь серия и номер могут совпасть с другими выписками от врачей. Мнения жителей Алтайского края касательно такой строгости к отпуску препаратов разделились. Ну это, наверное, правильно, что по показаниям врачей нужно препараты какие-то покупать. Если врач назначил и выписал рецепт, значит нужно так и сделать. А если, допустим, просто так брать, что хочешь. Особенно, знаете, концепция антибиотиков, которые сами себе назначают, сами себе отменяют, чего делать совершенно нельзя. В связи с тем, что сейчас нету талонов к врачам, не попасть к специалистам, приходится очень долго ждать рецепты, талоны и очень долго приходится лечиться. Если раньше можно было выздороветь за неделю, сейчас обходится 2-3 недели. Несмотря на то, что по становлению уже несколько месяцев, некоторые покупатели не могут привыкнуть к подобному нововведению. Таким единицам фармацевты предлагают похожие лекарства, но без рецепта. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком.